Хотя хутор Новоисправненский Зеленчукского района не густо населенный пункт и проживает всего около 400 человек. Люди здесь творческие и организовали пять кружков и столько же коллективов. А сейчас репетиции прекращены, но хуторяна-то не огорчает. Потому что в здании Дома культуры, где они занимались творчеством, идет капитальная реконструкция. Об истории уникального исторического здания, построенного в советский период в репортаже Аллы Динаевой. Красивое белое здание с колоннами бросается в глаза каждому, кто бывает в хуторе Новоисправненский. Этот дом культуры построен в 1957 году колхозом-миллионером по индивидуальному архитектурному проекту. И такого второго здания в Карачаево-Черкесии больше нет. Хуторяне обратились к главе республики с просьбой возродить их ДК. И в начале года ремонтные работы начались, и здание преобразилось на глазах. Глава республики нам поручил отремонтировать этот ДК, потому что жители самостоятельно к нему обращались за помощью в реконструкции. Работы начались у нас в этом году, в начале 2023 года по программе комплексное развитие сельских территорий. И это у нас годовой проект, планируем завершить работы к концу этого года. Вы уже видите, что мы тут уже на завершающем этапе. Работы идут в полном ходом, в полной мере. И надеюсь, что всем понравится, всем гостям, которые будут приезжать к нам. Хуторы Новоисправненский и Фроловский относятся к исправненскому сельскому поселению. И во всех этих трех населенных пунктах – колхозом. Построены три дома культуры по различным проектам, которые до сих пор остаются единственными такими зданиями в республике. Колхоз «Миллионер» имени 22-го портсиезда КПСС мог себе позволить. И для того, чтобы жители занимались не только сельским хозяйством, развитием и могли отдыхать, могли приходить на мероприятия, колхоз строил, содержал эти ДК. И когда во время перестройки, во времена перестройки, во времена развала Советского Союза нам были переданы эти ДК, уже колхозам были переданы на баланс администрации исправненского сельского поселения. Здание ветшало, но все эти годы ДК функционировал без перерыва, хотя нормальных условий не было. Отопление у нас было. Отопление было проведено, но не топилось. Я 30 лет здесь работаю, за 30 лет мы ни разу здесь не топили. Самое главное, что подвели воду, потому что приходилось из дому привозить, чтобы полы помыть, для элементарных. Проведены наружные работы здания, заменена крыша, теперь есть и водопровод, и отопление. На время ремонта директор Дума культуры частый гость и говорит, что является общественным контролем. Танцоры мои, они очень хотят на красивой сцене, в красивом зале. И жители тоже спрашивают, когда будет открытие. Все очень ждут, все очень ждут, что здесь будет тепло. Но красота неимоверная. Раньше кабинет фельдшера был в здании ДК, но три года назад в хуторе построили новый ФАП, а в помещении медпункта решили перевести библиотеку. Отремонтированные комнаты для творческих кружков и коллективов. Преобразился и балкон актового зала. Заполнен ряд жителями просто. А гости или там, может быть, какая-то будет какой-то конкурс, члены комиссии будут располагаться здесь, когда они будут влиять. Это будет, ну, может быть, по-своему. При реконструкции строители учли уникальность здания и сохранили различные элементы декора, лепнину. Работы по капитальному ремонту в ДК завершаются. О старом здании здесь сейчас напоминают только перила, но их здесь через несколько дней уже не будет. Ну и здесь самое главное, есть еще и балкон, выход на улицу, откуда открывается прекрасный вид на центр. Численность этого населенного пункта тогда доходила до тысяч. И партийное руководство в юбилейные даты к станичникам обращалось с этого балкона. Алладинаева, Али Бастанов, Вести, Карачева, Черкесия, Зеленчукский район.